Чем дети журналистов удивили президента США, как можно лишиться работы из-за айфона и получит ли киберспорт олимпийский статус? Об этом и не только в нашем обзоре. Дональд Трамп принял в Белом доме детей журналистов. Маленькие посетители пришли в овальный кабинет в карнавальных костюмах. Президента окружили Дарт Вейдер из Звездных войн, Женщина-кошка, Принцессы и Волшебницы. Трамп даже пошутил, дескать удивлен, что у журналистов могут быть такие прекрасные дети. Вместе с пресс-секретарем своей администрации, Сарой Сандерс, он раздал малышам сладости по случаю приближающегося Хэллоуина. А потом похвалил детей за то, что у них нет проблем с лишним весом. Компания Apple уволила инженера из-за видео его дочери с новым iPhone X. Амелия Питерсон опубликовала на своем канале видео из офиса отца. Запись мгновенно вошла в топ самых просматриваемых. Ведь девушка показала еще не вышедшую модель мегапопулярного телефона. А уже в следующем видео она сообщила, что отец лишился работы из-за ее ролика. Американский миллиардер Илон Маск показал фото строительства подземного автотоннеля под Лос-Анджелесом. Изобретатель рассказал, что уже готовы около 150 метров. Чтобы ускорить движение по городу, инженеры планируют соорудить подземный проход длиною более 3 километров. Согласно проекту, автомобили будут спускаться в тоннель на специальных платформах, а дальше разгоняться до 200 километров в час. Киберспорт может стать олимпийским видом спорта. В Международном Олимпийском комитете уже назвали два обязательных условия для этого. Во-первых, он не должен противоречить ценностям игр. Во-вторых, нужно создать организацию, которая будет контролировать выполнение всех правил. В частности, проверять на допинг. В сирийской Ракке сыграли первую свадьбу с момента освобождения от исламского государства. 18-летний жених и невеста скрепили союз по традиционным обычаям. Женщины и мужчины танцевали вместе, а старейшины одобрительно наблюдали. Все это было невообразимым еще несколько месяцев назад во время правления исламистов. Американец устроил грандиозное световое шоу прямо в своем дворе. Подготовку начал еще в августе. Говорит, хотел сделать бесплатное шоу для соседей на Хэллоуин. В первую очередь для тех, кто не может себе позволить поездку в Диснейленд. Некоторые жители предлагали энтузиасту деньги, но он отказался.